Доброго времени суток, друзья! С вами Гусев Александр, и добро пожаловать на Глафиги! Сегодня у нас в гостях игрушек под названием Emeriland, и мы продолжаем изучать этот маленький шедевр. Друзья мои, сегодня мы поговорим про животных, про зверей, как их приручать, как заводить напарников, что с ними делать, так далее, тому подобное. Поэтому устраивайтесь удобнее, прожимай палец вверх, ну а я буду начинать. Друзья, ну что, давайте с вами поговорим про животных, зверей, их здесь очень много, и все они разные, очень прикольно выглядят. Вот, в принципе, можно посмотреть на мой составчик, у меня есть, в принципе, первый маунт, это у нас идет лошадь, дальше я выбил себе вот такого благодородного оленя, но мне не очень сильно нравится. Я сейчас вкачиваю, в принципе, вот у меня уже 30 уровня, это у меня вот этот, я не знаю, лепард, кто, но, блин, очень крутой зверь, и, в принципе, побеждает, быстрый, и очень мне нравится. Дальше у меня есть подводная рыбка, в принципе, есть под водой, тоже можно очень много чего изучать, смотреть, и, блин, вот такая рыбка обязательно must have. И, конечно же, друзья мои, для быстрого перемещения я использую такого вот черного кондора, друзья мои, мы на нем полетаем, все, я вам покажу. Теперь, что касается, значит, друзья мои, животных, во-первых, для того, чтобы приручать животных, правильно, ловить их, нам понадобится с вами вот такой вот инструмент, гаджет, то бишь гарпун. Мы заходим в, так-так-так-так-так-так-так, мы заходим в экипировочку, даже нет, оно у меня есть в быстром доступе, вот он. Вот такой вот гарпун у вас должен быть, где он делается, сейчас я вам покажу. Для этого погнали ко мне домой. Для этого, братишка, пошли ко мне домой, сейчас посмотрим. Нам нужен шар, где мы все с вами крафтим, и вы должны, в первую очередь, убедиться, что у вас открыт вкладка гаджеты. То бишь, гаджеты должны быть хотя бы первого уровня, там дальше я уже буду прокачивать. И вот первый гарпун, в принципе, он легко делается, да, гаджеты должны быть у вас, на начальном уровне все быстро делается, и крафтится тоже очень легко. Все, первого уровня гарпун мы с вами сделали. Дальше вы можете, вы, соответственно, прокачиваете вкладку гаджеты, да, у вас там открывается, видите, гарпун второй, третий, четвертый, пятый. Разные, ну, даже шестой есть, да. Разные гарпуны, друзья, мы это для разных типов зверей. Есть, в принципе, слабые, средние и самые сильные. Поэтому под каждого зверя нужен специальный гарпун. За этим нужно будет обязательно следить. Гарпуны мы делаем здесь, на верстаке, получается. Здесь заходим мы в, вот, инструменты, да, и здесь есть вот эти все гарпуны. Вот тебе и второго уровня, есть и синий, и зеленый. Но для этого обязательно нужно будет их открывать сначала вот на том шарике. Все, теперь по поводу зверей, друзья мои. Зверей мы, смотрите, есть у нас два варианта. В принципе, и в открытом мире можем их ловить, да, понятное дело. И можем вот здесь их выбивать. То бишь, мы заходим сюда, ловля зверей. Здесь есть огромнейший просто список, да, каких зверей мы с вами ловим. Но есть обязательные условия. То есть, это все на самом деле рандомная темка. Вот, например, давай выбираем слабое оленя. Сейчас мы на примере все это посмотрим. Мы заходим сюда на арену. Вот он пасется. То бишь, что нам сначала нужно сделать? Нам нужно оставить ему как можно меньше хп, но не убивать его. Это очень важный момент. Поэтому достаем. И начинаем его обстреливать. Оружие я взял не самое сильное, потому что самое сильное оружие это у меня арбалет идет синий. Но он несколько стрел сразу херачит. И поэтому я в любом случае его убиваю. Тут нужно аккуратно, не переборщить. Так что следите за оружием. Вот, еще чуть-чуть. Вот, все, видите, появляется вот белый такой гарпун. В принципе, видите, гарпун первого уровня нам сюда подходит. Если будет другой гарпун, он будет другим цветом светиться. Это очень важный момент. Все, взяли гарпун, стреляете в него. Раз. Оно будет пришлать, видите, оно не попадает. Надо продолжать, пока он не появится в шаре таком. Два. Потом еще раз стреляем. Все, видите, он попался. Мы получили с вами награду. И теперь самый важный момент. Это то, что от него остается. Может выпасть. Тут два варианта, ребята. Вот сейчас я подбираю. Видите, нам выпал, в принципе, сразу этот зверь. А может выпасть после вот такой вот ловли и яйцо. То бишь, если нам сейчас выпал вот такой вот зверь. Он у нас. Мы им пользоваться сможем только буквально ограниченное время. То бишь, что это значит? Значит, мы заходим. Вот, например, видите, зверь. Он у нас здесь не появился. Это очень важный момент. Мы заходим в инвентарь, нажимаем Pet. И вот он у нас появился здесь. Мы его можем призвать буквально на ограниченное время. По-моему, вот на 5 минут. Last for 5 minutes, да. То бишь, мы его призываем временно. И только на 5 минут. Все, мы на нем садимся, да. Например, хотим покататься. Все. И вот так вот катаемся. Не больше 5 минут. Потом он просто исчезает. И все. И вы его призывать больше не можете. Дальше. Вы можете. Есть такой момент, как Devor. Devor, друзья мои, это прокачка своего животного, которое у вас есть вот здесь в этом списке. Вы выбираете самого сильного, которого вы вкачиваете. Devor, это идет прокачка именно животного. То бишь, мы нажимаем. Сейчас будет мой зверек сражаться с ним. Devor. Если мой зверь побеждает, если мой зверь побеждает, он получает огромное количество экспы. Ну и, соответственно, становится сильнее. Поэтому вот эти вот Devor очень важны для прокачки зверей. Вот, видите, идет заруба. Бам, попал. Еще раз попал. И все, последний сейчас выстрел делает. Мы тут ничего не... Мы не помогаем. Мы просто смотрим на это все. Мы на это просто смотрим. Все, видите? Все, победа за нами. И теперь из него выпадает специальная шняга уже для наших зверьков. Вот он здесь появился. Появился. Так, нажимаем на Пэт. И вот, видишь, у нас появился такой шарик. Этот шарик. Магический шар, который дает тысячу опыта. Все, мы его скармливаем нашему зверю. И, соответственно, мы его таким образом и прокачиваем. Теперь в том же моменте, да? В ловле зверей. Когда мы, например, или там на автомате, либо в открытом мире. Давай сейчас в открытом мире на кого-то поохотимся. Если мы тоже его вот так вот ловим, там нужно следить, что выпадает. Если выпадает яйцо, мы это яйцо забираем, мы его высиживаем. И этот зверь будет наш. То бишь, мы его постоянно можем призывать. Мы за ним будем ухаживать. И мы его будем прокачивать. Но выпадение яйца очень-очень маленький шанс на выпадение яйца. Зачастую просто звери будут вот так вот вам попадаться на временное использование. То бишь, именно если вы хотите, чтобы он был вашим, нужно, чтобы после его ловли, да, когда вы его поймали, именно яйцо выпало. Но это очень редко бывает, поэтому это рандомная темка. Вот, смотри, типа, здесь есть зверек. Смотри, что мы делаем. Мы делаем, кстати, уже покоцанный. Мы уберем, расстреляем в него. А, извините, я его убил. Хорошо, неловкая ситуация. Давай теперь на этих отработаем. Блин, я могу тоже его убить. Слишком сильное оружие. Да, мне еще зверь мешает. Так, ты давай, братик, отдохни пока. Я его спрячу. Вот, например, здесь спит. Вот еще раз стреляем. Это можно на любом звере, да, вот в открытом мире. Куда-то прилетели, кто-то вам понравился. Все, и начинаете охоту. Бац, попали. Только нужно быть аккуратным с оружием, чтобы не сильно дамажило. Его нельзя убить. Там буквально полушистки хп остается. Все, стреляем. Что-то такое мощное. А, он 14 уровня, тут 10 был. Еще. И последний выстрел. Все, видите, появляется вот такой вот гарпун белого цвета. Это очень важно. Если будет другого цвета, значит, вам уже второй, третий уровень нужен. Все, и смотрите, я в него стреляю. Раз. С первого раза поймал его. И теперь смотрим, что после него выпадает. Видите, яйца нет. Мы забираем опять. Все. Нам добавлен в инвентарь. Мы заходим на животных. И все. Теперь мы можем его вызвать. Вот таким вот образом. Я на него сажусь. И все. И мы, типа, поехали. Это все, что я могу с ним сделать. Либо же я могу его скормить, грубо говоря, своего зверяка, чтобы его прокачать. То бишь, вот опять идет заруба. Они появляются. То бишь, вот этот вот шанс выпадания яйца, он очень маленький. И даже вот в гайде. В принципе, все, кому интересно, вы заходите вот сюда. Есть вкладка гайд. И там все написано про каждый тип. Это что касается, друзья мои, животных, да? Все, видишь, мы прокачали своего зверяка. Опять нам дается зеленый шарик. А, нет, нам что-то другое далось. Или даже нифига. Может быть и такое. Хорошо, теперь по поводу напарников. Так, зверек, тебе пока. По поводу напарников. У меня есть уже один напарник. Вот он у нас. Я его уже даже экипировал. У него, в принципе, свои вещи, да? Мы можем отдавать своему напарнику. Мы его сюда призываем. И он с нами бегает, собственно говоря, да? Такой довольный, хороший. И помогает. Также есть у нас еще и временные напарники. То бишь, мы его не рекрутировали. Он нам, он у нас, получается, выбился, да? Так сказать. Мы его тоже можем использовать. Вот так. А, даже выбился. Все, стоять. Даже выбился. Вообще супер. Вот, мы можем его использовать. И, соответственно, дальше и прокачивать. Вот так вот мы его заменяем. Да, видишь? И он здесь появляется. По поводу этих напарников, друзья мои. Их тоже можно прокачивать, да? Все вот это в них вкладываться. Как их открывать? Как их открывать? Это уже дома. Поехали еще с домой. Погнали. Так, напарника мы можем вернуть. Поехали. Блин, далеко ехать, подожди. Куда я улетел? Давай возьму лучше моего кондора. Блин, управление тяжелое, но, тем не менее, если куда-то далеко лететь, то прям вообще по кайфу получается. Все довольно-таки очень симпатично. Смотри, какая красота. Да, ну нафиг ты глянь. Ляпота. Так, вон мой домик. Давай сейчас я тебе покажу, как мы получаем этих напарников. И что, собственно говоря, для этого нам нужно делать. Так, все, прилетели. Тут прячем. Теперь, смотрите. Как я понял, напарники появляются из мебели. Особенно это кровати. Любой предмет, где можно сидеть, это кровать, стул и так далее, и тому подобное. То бишь, вы поставили сюда кровать, и тут время от времени будет рандомно появляться какие-то зверьки. Вы к ним подходите. Вы к ним подходите. Я, к сожалению, сейчас в этот момент, она очень рандомная эта темка. Что-то поставили. Вы видите, что у вас в доме. Вы наверняка замечали, что у вас в доме какой-то зверек-то трется. Вы к нему подходите. Вы его вербуете. Нажимаете квест. И там будет условие. Например, он хочет 10 кусков еды и 1000. И там по-любому нужно будет ему заплатить еще вот этой вот валюты. Где оно? Вот это вот краусы. Каурисы. Вот это из желтой валюты. По-любому надо будет заплатить. И еще плюс какой-то предмет. Тоби. Или это будет еда, или что-то из экипировки. Вы просто ему вот эти условия выполняете. И потом нажимаете рекрут, и он у вас появляется уже вот в этой вкладке. Здесь вы можете пометь. Вы же ходите там в магазин, да? И здесь вы уже сами выставляете, что вы хотите. Вот, например, здесь есть кровати разные. Вот такие, такие. Чем круче, понятное дело, крова, чем она дороже, я не знаю, тем будут и покруче появляться вам и напарники. Это вот такие вот условия. Опять же, ну, появляются они рандомно. И это все зависит от мебели. Поэтому нужно ставить, обустраивать и смотреть, кто к вам в гости, друзья мои, приходит. В принципе, это все, что я хотел показать. Надеюсь, все правильно. Все рассказал, все показал. По поводу ловли зверей ты теперь знаешь. Их можно как в открытом мире ловить. Их можно и через этот автомат ловить. Но именно если хочешь, чтобы он был твоим. Прям твоим, твоим, твоим на постоянке. То это нужно ждать, пока выпадет яйцо. А яйцо выпадает из зверей очень редко. Поэтому вот такие вот дела. Ну и гарпуны. Если хочешь какие-то крутые экземпляры себе в коллекцию, то нужно прокачивать гарпун. Вот, друзья мои. Ну, на этом все. Продолжаем изучать. Любим, целуем, обнимаем. Всем пока-пока.